Радио Свобода 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 Не знаю, думал ли об этом Беляев, почему бы и нет, он же учился не на рапфаке, но голова профессора Дуэля прекрасно описывает того картезианского человека, с явлением которого начался рассвет нашей науки. Ее отцом по праву считается Декарт. Он разделил единое существо, человека, на две части – тело и разум. В основе картезианского анализа лежит знаменитая «когета эрго сумм» – мыслю, а если переводить точнее, то рационально, логически, аналитически рассуждая и планируя, следовательно, существую. Другими словами, если я мыслю, то существую, а если не мыслю, то и не существую. Поэтому, как говорит легенда, Декарт прибил живую, но немыслищую собаку к полу и разрезал ее на куски. Для него она была роботом, бездушным устройством, лишенным истинного, то есть по-человечески разумного бытия. История про собаку наверняка выдумка. Декарта сегодня не любят. Но она вписывается в картезианскую систему. Истинной реальностью является лишь наше мыслящее «я». Все остальное под вопросом. Вот поэтому я и вспомнил главного инвалида моего детства. Человек по Декарту – это голова профессора Дуэля. Мозг, запертый в телесную клетку, про которую ничего не известно наверняка. Картезианский человек ощущает собственное тело нагрузкой. Он говорит «у меня есть тело», вместо того, чтобы сказать «я есть тело». Декарт отрезал человека от его тела, а значит и от всего окружающего мира. Природа осталась снаружи, по ту сторону сознания. Исследуя внешний мир, мы забыли о той природе, которая заключена в нас. Природа стала объектом изучения, а человек – изучающим ее субъектом. За нерешимостью границы между ними, между неодушевленной материей и сознанием, и была приставлена следить наука. Она отучила западного человека мыслить всем телом, в результате чего он утратил примитивные, а можно сказать, естественные навыки телесного контакта с миром. Японцы часто говорят о фуку – вопросе, адресованном животу. Если голова отделена от тела, то включающий всю систему внутренних органов живот символизирует целого человека. Американцы это интуитивное, неголовное мышление называют «гатфилинг». Мы говорим «чует нутром». Во всех этих выражениях содержится намек на иной – в нерациональный телесный способ познания. Картизианство отказывалось считаться с ним, но в последние годы наука, прежде всего нейрофизиология, подвергнув разрушительному сомнению уже самого Декарта, пытается заново срастить тело с духом, заново пришить несчастной профессорской голове туловище. Речь идет о настоящей научной революции, которая, как всегда бывает с такими переворотами, обещает мировоззренческие перемены, далеко выходящие за границы клиник, университетов и лабораторий. Знамя антикортизианской революции поднял доктор Антонио Дамасио. Это еще почти неизвестное в России имя, стоит запомнить. Выходец из Португалии, он давно перебрался в Америку, где работает в университете Айовы. Славу ему принесли сенсационные исследования в изучении мозга, которые, как он считает, опровергают Декарта. Книга, где изложены эти соображения, так и называется «Ошибка Декарта». Переведенная на 24 языка, она стала международным бестселлером. Центральную идею Дамасио можно свести к одному исправлению в известном изречении. Я чувствую, следовательно, существую. За этой формулой стоят многие годы клинической практики. В 70-е годы, когда доктор Дамасио перебрался из Лиссабона в Америку, ему пришлось много заниматься пациентами с поврежденными передними долями мозга, где находятся центры, управляющие эмоциями. Травмы такого рода не затрагивали, собственно, интеллектуальных способностей пострадавших. Они были по-прежнему умные и памятливые. Но по неясным причинам эти несчастные люди утратили навыки социальных контактов, не могли принимать разумных решений, делать осмысленный выбор. Типичный случай, подробно описанный доктор Дамасио, история болезни некоего Элиота. Крепкий, здоровый и крайне успешный мужчина средних лет, он страдал мозговой опухолью, повредившей передние доли мозга. Как доказали многочисленные тесты, болезнь не помешала ему показывать высокие результаты при решении интеллектуальных задач. Дамасио пришел к выводу, что хотя коэффициент интеллекта у Элиота не изменился, он утратил важнейшие навыки мышления, способность распределять свое время, делать правильный выбор, устанавливать первоочередные задачи. Из-за болезни он не мог больше управлять своим доходным бизнесом, что и привело Элиота к банкротству. В процессе лечения больного Дамасио обнаружил, что тот лишен способности что-нибудь чувствовать. Элиот бесстрастно говорил о трагических событиях в своей жизни. Он не выказывал никакой реакции, когда ему показывали снимки пострадавших. Сцены катастроф. Травма мозга привела к полной атрофии эмоций, а без них, как утверждает исследование Дамасио, человек не способен мыслить в том самом картезианском смысле, который предусматривает взвешенное суждение, холодный расчет и бесстрастный анализ. Новые методы изучения, сканирование мозга, помогли Дамасио проверить свою теорию. В результате, как сказала Патриция Черчленд, философ из университета Сан-Диего, впервые точные данные, полученные в лаборатории, показали, что мы не можем отделить разум от чувства. Чтобы оценить по достоинству это открытие, вспомним, что вся наша культура основана на антитезе разума и чувствам. Еще римляне требовали принимать решение Сина Ира Эд Студио, без гнева и пристрастия. Дамасио доказывает, что это просто невозможно. Без чувства нет разума. Разум не может функционировать вне эмоций. Они ему не мешают, как мы привыкли считать, а помогают принимать правильное, вот именно что разумное решение. И это значит, что союз И в этой непременной паре не разделительный, а соединительный. Разум и чувства составляют неделимое в здоровом человеке сознание. Я мыслю и чувствую, следовательно, существую. Вы слушаете передачу Александра Генниса, голова профессора Дуэля. Как бы сами по себе ни были увлекательные исследования доктора Дамасио, широкую, а значит не ученую, общественность, они интересуют только потому, что ее непосредственно касаются. Хотя Дамасио занимается точной наукой, нейрофизиологией, его теории увлекли гуманитарный мир. Прежде всего писатели, которые часто приглашают ученого выступить на литературных семинарах. Такие известные авторы, как Иоанн МакКевен и Дэвид Лодж, уже использовали новую теорию в своих романах. Идею Дамасио вдохновили даже нескольких композиторов, которые посвятили ему свои опусы. Один фортепиано-концерт и квинтет, премьера которых на днях состоялась в Линкленд-центре. О Дамасио пишет большая неспециальная пресса. О нем говорят ученые и профаны. С ним спорят философы и соглашаются литературоведы. Вот, например, что сказал один из них, шекспировед Джонатан Бейт. Для гуманитариев нейрофизиологические исследования доктора Дамасио – настоящее откровение. Впервые наука с доказательствами в руках опровергает существовавшую со времен Аристотеля оппозицию между разумом и чувством. Однако по-настоящему важные результаты новая теория обещает экономистам. Именно в этой сфере антикартезианская революция нашла себе самых решительных сторонников. Ключевую роль тут играет звезда новой экономики Даниэл Каннеман, которому специалисты уверенно прочат Нобелевскую премию. Срастив традиционную экономику с психологией и нейрофизиологией, экономисты сейчас создают научную дисциплину – нейроэкономику, которая обещает революционизировать бизнес. Суть перемен объясняет профессор университета Карнеги Меллан Джордж Луэнстайн. Мы хотим спасти экономику от удушающих объятий математики. Классические, идущие еще из XIX века методы, учат нас строить математические модели, которые не могли включать в себя самое важное – человеческие чувства, страсти. Эмоции не поддаются алгоритмизации, а значит им нет места в абстрактных выкладках. Между тем любые экономические решения – купить пальто или продать акции – принимают не роботы, а люди, подверженные страхам, сомнениям, надеждам, азарту, любовному утомлению. Только включив в нашу науку эмоциональную сферу, мы сможем давать оправданные рекомендации, основанные не на умозрительных выводах, а на реальном опыте. Честно говоря, на интуитивном уровне все мы понимаем, что экономика никогда не была чистой, как таблица умножения наукой. Вера в могущество цифр, собственно, и была одной из главных причин падения социализма с его так называемым научно обоснованным планированием. У жизни своя логика, которая превращает экономику скорее в искусство, чем в науку. Проще говоря, в экономике, как и в нашей душе, есть место мистики. Показать это можно на известном мысленном эксперименте, обнажающем чуть ли не магическую природу бизнеса. Запрём в комнату группу людей и предложен им обмениваться содержимым их карманов. Лысеющий курильщик выменяет расчёску на зажигалку. Голодный отдаст авторучку за шоколадку. Любопытный получит книгу простудившегося за носовой платок. В результате все окажутся богаче, чем были, хотя в закрытом помещении и неоткуда взяться новому товару. Казалось бы, вопреки закону сохранения, ничто рождает нечто. У одного прибавилось то, что у другого не отнялось. Изучая работу нейронов и химические реакции мозга, новая экономика пытается понять, как мы принимаем решения на самом деле. Оказывается, что далеко не всегда мы поступаем так, как нам выгодно. Гораздо чаще нами руководит не холодный расчёт, а эмоциональная взволнованность, без которой, впрочем, когда оказывает теория Дамасио, нам всё равно не обойтись. О том, как работает нейроэкономика, можно судить по простому эксперименту, который недавно провели принцесские учёные. Двум добровольцам, за чьим мозгом наблюдали мониторы, предложили незатейливую игру. Одному вручали 10 долларов и предлагали разделить их с другим любым образом. Если первый давал меньше половины, то второй мог отказаться от сделки. Но тогда оба лишались десятки. Казалось бы, очевидным, что лучше получить доллар или два, чем ничего. На таком элементарном соображении и строятся обычные модели экономического поведения. Однако на практике жажда справедливости всегда побеждала корысть. В процесс решения, как показывает активность тех самых передних долей мозга, что отвечают за эмоции, включались чувства. И результат опровергал ожидания. Озумный эгоизм, который так упрощал жизнь героям Чернышевского, такая же утопия, как и весь его роман. Человек устроен сложнее, чем хотелось бы просветителем. И с этим ничего нельзя сделать. Успехи нейроэкономики позволили председателю Федерального резервного совета США Алану Гринспену, его не без основания считают самым влиятельным человеком в мире, говорить об иррациональном богатстве человеческой натуры, с которым еще только учатся обращаться экономисты. Алану Гринспену, Вы слушаете передачу Александра Гиннеса «Голова профессора Дуэля». Ну а теперь мне хотелось бы взглянуть на все вышесказанное в общей культурной перспективе. Собственно, только она и может интересовать не специалиста, которому любые научные открытия важны лишь в той мере, в которой они позволяют по-новому интерпретировать окружающего. С этой точки зрения, теория Дамасио говорит нам, что наша цивилизация, решительно и драматически не права в том, что недооценивает эмоциональную сферу жизни как таковую. В сущности, за этим скрывается старая болезнь науки. Она склонна игнорировать то, что не может подсчитать. Тут следует заметить в скобках, что теория Дамасио потому и наделала столько шума, что она основана на экспериментальных данных, получить которые позволили радикально усовершенствованные методы изучения деятельности мозга. Тем не менее, со времен Пифагора, а тем более Галилея, наука считала, что природа объясняется с человеком фигурами и числами. Поэтому ученые должны пользоваться исключительно математическим языком, а значит изучать только те свойства природы, которые можно измерить. Так, за пределами классической науки осталось все, что не поддается исчислению. Запах, вкус, прикосновения, эстетическая и этическая чувствительность, сознание в целом. В эту категорию неисчислимого попадают, конечно, и эмоции. Следствием такого подхода стало то, что теперь принято мудрено называть интеллектуализацией дискурса. Мы думаем, что говорим друг с другом на языке разума, старательно очищенным от чувств, смешивающих все карты. Теория Дамасио показывает, что это вовсе не так. Что само наше представление о возможности исключительно рациональной, разумной картины мира является мифом. Но именно на таком мифе и стоит наша цивилизация. Причем, чем больше в ней роль науки, тем более важное место в ней занимает рациональное начало. Об этом свидетельствует самое чувствительное к переменам сферы культуры, искусство. Любой великий роман прошлого на теперешний вкус кажется нам излишне сентиментальным. Не только чувствительные Ричардсон и Карамзин, но и такие титаны, как Диккенс и Достоевский, переполняли свои страницы эмоциями. Здесь постоянно плачут, смеются и сходят с ума от любви. В 20 веке так уже не пишут. И Льот как-то сказал фразу, которую можно переменить ко всем классикам модернизма. Стихи пишут не для того, чтобы выразить эмоции, а для того, чтобы от них эмоций сбежать. В Торе ему Оден ядовито советовал тем, кто ищет в литературе сильных чувств, катарсиса, отправиться вместо книжного магазина на кориду. О таком часто говорил и Бродский. Наставляя поэтов в сдержанности, он писал, что эмоциональный пейзаж стихотворения должен быть цвета воды. То же и в прозе. У Лис, это библия модернизма, заражает читателя своеобразной бесчувственностью, которая стала неизбежным следствием гипераналитического подхода. Джойс первым по-настоящему полно раскрыл внутренний мир человека, но он регистрировал чувства, а не вызывал их. Такая же эмоциональная отстраненность разлита по страницам единственного писателя, которого можно поставить рядом с Джойсом, Платону. Вот начало, я его до сих пор помню наизусть, гениального сокровенного человека. Фома Пухов не одарен чувствительностью. Он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки. Монополия разума в современной, в широком смысле культуре, вызвала всеобщее сенсорное голодание. Заглушить этот голод взялся москульт. Любопытно было бы проследить закономерность, по которой вымещенные из высокого искусства эмоции переливались в более низкие жанры, от комиксов до Голливуда. Не зря же многие сегодняшние боевики-мегахиты, вроде Титаника, напоминают лесопилку эмоций. Они уже не вызываются переживания, а выколачивают его из нас. Но этого оказалось недостаточным. Когда я приехал в Америку, меня поразил совет известного путеводителя Фодор, который рекомендовал приехавшим в Россию американцам отправиться на вокзал, чтобы полюбоваться открытым проявлением чувств, на которые еще способны славяне. Теперь для этого есть реальное телевидение. Внутренний протест против общей рационализации жизни ведет к погоне за заемными эмоциями. Сидя по другую, безопасную сторону экрана, мы жадно поглощаем чужие переживания, спровоцированные условием программы. Такой эмоциональный вампиризм тревожный симптом, говорящий о нашей собственной чувственной недостаточности. Вся история западного сознания шла по дороге разума. Только на этом пути мы и смогли построить сегодняшний мир. Но чтобы жить в нем, одного ума мало. Нам нужна школа эмоций, культура чувств, которая учит их уважать и рафинировать. Тот мировоззренческий переворот, который в своей науке произвел доктор Антонио Дамасио и его соратники, может помочь излечить наконец несчастную голову профессора Дуэля. Дамасио Дамасио Вы слушали передачу Александра Гиннеса глава Дамасио 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 Любовь Дамасио 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 Года Дамасио 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 Больше ее фильмы не исторические, а именно фильмы о современной американской жизни, где она играет чаще всего людей образованных, журналистов, адвокатов. Всегда людей сильных, побеждающих в любых самых тяжелых обстоятельствах и даже проигрывающих с улыбкой. И опять же, я не так высоко, как Слава, ценю социальные комедии Тресси Хэбберн. Из-за их пропагандного, что ли, душка. Правда, пропаганда в них завернута в классную игру актеров. К тому же, это пропаганда самых замечательных идей. Расового равноправия в фильме «Угадай, кто пришел к обеду» или женского равноправия, как в фильме «Ребро Адама». Но это все же пропаганда. Поверх барьеров. Кэтрин Великая. Памяти актрисы Кэтрин Хэбберн. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 26 июля 2003 года. На волнах радио «Свобода» передача Кэтрин Великая. Памяти актрисы Кэтрин Хэбберн. Ведет передачу Марина Ефимова. В России старики умирают зимой. В Америке летом. Там не пережить морозов. Здесь жары. Этим летом умерли сразу два старика, которых оплакивает вся Америка. Два актера, ставших в каком-то смысле символами этой страны. Грегори Пек и Кэтрин Хэбберн. В 1969 году, или может быть в 70-м, в России вышел на экраны фильм «Лев зимой». Я узнала об этом раньше других, потому что мой друг делал к нему дубляж. «Фильм замечательный», — сказал он. «Питер О'Тул и Кэтрин Хэбберн играют гениально». Я сказала, «Одри Хэбберн». «Да нет, Кэтрин, Кэтрин, Великая актриса». Так мы впервые увидели Кэтрин Хэбберн, 60-летней, в роли ссыльной королевы Элеоноры Аквитанской. С ножом, приставленным к ее городу собственным сыном, она говорит с незабываемой интонацией. «Ну, и как же мы поступим с матерью?» «Дея, дея, что мы будем делать с мамой?» Мы увидели ее великой актрисой, пропустив эпоху, когда она была кинозвездой. А сегодня мы начнем за 10 лет до этой эпохи. Нашим гидом будет киновед, профессор университета НВЮ Роберт Скляр. Итак, начало 30-х годов Кэтрин Хэбберн играет вторые роли на сцене бронвейских театров. «В те времена, когда начинала Кэтрин Хэбберн, большинство актеров в Америке выходило из сравнительно низких социальных слоев. Обычно это были одаренные молодые люди, рвавшиеся к более яркой, интересной и богатой жизни, чем та, которой жили их родители где-нибудь в американской глубинке. С Кэтрин Хэбберн все было наоборот. Она произошла из так называемой «американской аристократии». Это была чрезвычайно влиятельная и известная семья. Отец – знаменитый врач-венеролог. Мать – не менее знаменитая суфражистка. Это были сливки Новой Англии. Кэтрин закончила элитарный женский колледж Бринмор. Ее образование, французский язык, начитанность, свобода поведения, твердость мнений, словом, весь ее социальный бэкграунд был чрезвычайно необычен для актрисы того времени. И именно это необычное свойство и ее красоты, и ее манеры, и ее обаяние привлекло к себе внимание двух заезжих зрителей – кинопродюсера Селзника и молодого режиссера Джорджа Кьюкера. И это же необычное свойство одновременно напугало их своей неприменимостью к голливудскому стандарту. Споря и сомневаясь, они все же в 1932 году пригласили молоденькую актрису сняться в фильмах Кьюкера, Биль о разводе и «Маленькие женщины». Как только она появилась в Голливуде, вокруг нее немедленно образовалась некая особая аура интеллектуальной независимости, волевой мощи, эмоционального жара. А главное, в ней жила непобедимая уверенность в неких нравственных, творческих и даже эстетических критериях, которые абсолютно не совпадали с критериями больших голливудских студий и их публики. Правда, в Кэтрин был такой электрический заряд, что ее все-таки снимали. Но ни один ее фильм 30-х годов не имел коммерческого успеха. Даже те, которые теперь считаются классикой американской, так называемой, безумной комедии. «Праздник Джорджа Кьюкера» и «Воспитание Бэби» Говарда Хокса. В комедии «Путаница. Воспитание Бэби» девушка из общества Сюзан Бун, ее аристократические тетушка и дядюшка, а также молодой ученый и палеонтолог Керри Грант попадают по ошибке в полицейский участок. Чтобы выбраться из-за решетки, Сюзан делает вид, что она и все ее попутчики – банда. Играя преступницу, она, к вящему изумлению родственников, имитирует всех известных ей героиньки на вестернов, включая Мэй Уэст. Какое имя я назвала? Сюзан Бун? Это для общества. В банде меня зовут Сузи Турникет. И я буду говорить «Шериф», если вы меня отсюда выпустите. Я вам такого порасскажу, что у вас голова пойдет кругом. Привет, сокамерники. Я отваливаю. Жизнь – суровая штука. Каждый за себя. Комедия «Воспитание Бэби» была последним провалом в ряду других. Все эти провальные комедии заслужили Кэтрин в Голливуде прозвище «Poison of the Box Office», то есть буквально «Отравительница кассового офиса». От критиков Кэтрин доставалась за ее угловатость, за голос, который образно называли помесью Страдивариуса с утенком Дональдом. Из-за бесчувственную эффектность игры, которую припечатала в своей рецензии ядовитая Дороти Паркер, написав, что Хепберн играет весь широкий спектр эмоций от А до Б. Тут интересно заметить, что через 30 лет, в 60-х годах, отношение к этим комедиям радикально изменилось. Об этом кинорежиссер Слава Цукерман. Вот очень известен жанр скрюбол комедии, безумная комедия. Этот жанр непосредственно связан с именем Кэтрин Хепберн, потому что, может быть, самая знаменитая комедия ее, и самая знаменитая скрюбол комедия, и множество опросов американских и неамериканских комедий, названной самой смешной комедией с тех времен и народов, «Брингинг Ап Бэби», «Воспитание Бэби». Это одна из самых сильных, если не самая сильная безумная комедия, как бы положившая начало этому жанру. Более известна, хотя, боюсь, что неизвестна в России, но, по крайней мере, присутствует в «Спутники Тиномана», другая комедия, в которой играет Кэтрин Хепберн, «Филадельфийская история», комедия того же жанра. Я не разделяю восторгов по поводу фильма «Воспитание Бэби». По-моему, в нем юная Кэтрин Хепберн так успешно в течение всего фильма вызывает в зрителях и в герои раздражение, что это уже ничем невозможно компенсировать. Другое дело филадельфийская история. И вот ее история. Биограф Кэтрин Хепберн, Чарльз Хиггам, пишет. Весной 1938 года, изгнанная с позором из Голливуда, Кэтрин Хепберн возвращается в Новую Англию. У нее есть достойный путь отступления. Ей уже неоднократно предлагал руку и сердце богач, авиатор, меценат Говард Хьюз. Как многие красавицы ее круга, она могла бы стать светской леди с актерским прошлым. Вполне уважаемый статус. Не Кэтрин Хепберн. Провал лишь подзадорил ее. Кэтрин возобновляет занятия с преподавательницей актерского мастерства Фрэнсис Робинсон-Дав. Вот как вспоминает Робинсон первый визит Кэтрин. Шел дождь. Кэтрин бежала по улице, потом по лестнице, ворвалась в квартиру без стука, поскользнулась, упала, села в лужу, которая натекла с ее рыжих волос, и сказала, хочу быть актрисой, хочу выучить все, что можно выучить. Я совершенно была не склонна поддаваться на дешевую эксцентричность, но от ее веснущатого лица исходила такая интенсивность эмоций, что я вдруг подумала, Элеонора Дузе, чистая Элеонора Дузе. В театральном мире у Кэтрин Хепберн было мало поклонников, но и одного было достаточно, чтобы дать ей шанс на вторую попытку. Друг Кэтрин, драматург Филипп Барри, написал пьесу специально для нее и назвал ее «Филадельфийская история». При всей легкости комедии о богатой молодой женщине Тресси Лорд, у которой развалился брак с обаятельным Декстером Керри Грантом, проблема, вокруг которой завязан сюжет, вполне реальная. Тресси, по обычаям своего круга, хочет быть женой-королевой, чей муж должен служить ей как рыцарь, и она требует сияющих доспехов, не прощает ему слабости, презирает его плотскую страсть к ней, испытывает его терпение. Только попав сама в двусмысленную ситуацию с новым женихом, Тресси начинает понимать сложность реальных отношений между мужем и женой. Барри написал характер Тресси очень близко к характеру самой Кэтрин. Ее юмор, ее словесная агрессивность при душевной теплоте, ее нервозность, постоянный поток речи, ее ранимость, ее чувствительность, ее противоречивость, то есть все качества настоящей женщины. К концу съемок у Кэтрин брали интервью две журналистки, задавали идиотские вопросы, например, вы как-нибудь изменились, пока снимали этот фильм? Кэтрин сказала, да, я выросла на два дюйма. Может быть, именно поэтому она так смешно сыграла сцену в фильме, где Тресси демонстрирует двум журналистам, людям вполне интеллигентным, как это неприятно, быть постоянным объектом внимания прессы. Она сама начинает задавать им вопросы, притворяясь светской дурочкой. Вы, кажется, занимаетесь чем-то вроде писательства, мистер Коннор. Чем-то вроде. Книги? Они. Как романтично. Очевидно, ваш отец внушил вам любовь к слову. Мой отец преподает английскую историю. Ой, я обожаю английскую историю. Кромвель, Робин Гуд, Джек Потрошитель. Где преподает ваш отец? В маленьком колледже Сауспен, Индиана. О, какая прелесть! Сауспен звучит как танец. У вас там было, наверное, очень счастливое детство. Сногсшибательно. Я так рада. Да нет, я пошутил. Я так огорчена. Сколько вам лет, мистер Коннор? Тридцать. И вы все еще занимаетесь писательством? Надеюсь, у вас есть другие хобби. Пойду потороплю, мама. Что тут происходит вообще? Кто кого интервьюирует? И как ты лет, мистер Коннор? Тридцать. Один книг не много для человека тридцать. Я не хочу критиковать, но вы, наверное, имеете в виду другие интересы, а ваше работы. Я вижу, кто держит маму. Смотри, кто делает интервью? Фильм «Филадельфийская история» получил шесть номинаций и четыре Оскара. На волнах радио «Свобода» передача «Кэтрин Великая» в памяти актрисы Кэтрин Хэбберн ведет передачу Марина Ефимова. После филадельфийской истории Кэтрин Хэбберн вернулась в Голливуд звездой. Теперь она могла ставить условия. И в качестве партнера в следующий же свой фильм она потребовала пригласить Спенсера Тресси, которого мы в России впервые, кажется, тоже увидели старым в фильмах «Этот безумный, безумный, безумный мир» и «Нюрнбергский процесс». Когда Кэтрин Хэбберн начала играть с ним, ему было 40 лет. Она мечтала найти достойного партнера, а нашла любовь всей жизни, причем в буквальном смысле всей жизни. Достаточно послушать, с какой страстью 80-летняя актриса рассказывала о первой встрече с Тресси. Вот это место, где я встретила Спенсера Тресси. Он подошел вот оттуда, с Джо Минкорсом, продюсером. У меня были очень высокие каблуки, и рост был 175 сантиметров, а у Тресси 170. От волнения я сказала, я, наверное, слишком высокая для вас. На съемки я надену каблуки пониже. Он ничего не ответил, только смотрел на меня из-под своих этих прямых надбровей. А Джо сказал, не волнуйтесь, Кейт, он подрежет вас до своего размера. И я не нашлась, что ответить. Стояла и молчала, как тупица. Такая вот у меня была первая строчка роли со Спенсом. Только это была не игра, а судьба. С этого дня начались 27 лет наших отношений. Сумасшествия, счастья, любви, всего. Спенсер заставил меня вырасти выше моих возможностей. Кэтрин Хэбберн и Спенсер Тресси сыграли вместе в девяти фильмах, которые составляют определенный жанр. Жанр американской социальной комедии. Об этих фильмах Слау Цукерман. К концу 40-х появился новый вид комедии, который бы я просто назвал интеллектуальной комедией, поднимающей важные социальные и интеллектуальные темы. И в этом жанре Кьюкер внес свой вклад. Он снял ряд фильмов. Два из этих фильмов, Дебро Адама, и Пат, и Майк, они среди самых лучших фильмов этого жанра. И оба фильма играют Кэтрин Хэбберн, Спенсер Тресси. На этих фильмах они познакомились и стали многолетними любовниками. Имена их часто называются вместе. Еще две подобных комедии, тоже с Кэтрин Хэбберн и Спенсером Тресси. «Женщина года», который ставил Джордж Стивенс, и «Состояние союза», Франко Капре. Это фильм, говорящий критически о американской демократии, разбирающий, как коррупция являет на демократии. Второй самый популярный американский режиссер Стэнли Крамер, и у него в фильме «Угадайте, кто придет на обед», в самом главном антироссийском фильме Америки. Тоже Спенсер Тресси и Кэтрин Хэбберн на главной роли. И опять этот фильм почему-то не оказался в России. «Лев Зимой» заметен в России, потому что было время, когда это был, по-моему, единственный фильм с Кэтрин Хэбберн в русском прокате. Фильм для нее нетипичный, поздний фильм, ну, хороший, как и все ее фильмы, но интересны больше ее фильмы не исторические, а именно фильмы о современной американской жизни, где она играет чаще всего людей образованных, журналистов, адвокатов. Всегда людей сильных, побеждающих в любых самых тяжелых обстоятельствах и даже проигрывающих с улыбкой. И опять же, я не так высоко, как Слава, ценю социальные комедии Тресси и Хэбберн из-за их пропагандного, что ли, душка. Правда, пропаганда в них завернута в классную игру актеров. К тому же, это пропаганда самых замечательных идей. Расового равноправия в фильме «Угадай, кто пришел к обеду» или женского равноправия, как в фильме «Ребро Адама». Но это все же пропаганда. Героиня фильма «Ребро Адама» адвокат поступает на суде, защищая обманутую жену, стрелявшую в изменника мужа. Мне не нужно напоминать вам о равенстве всех перед законом. Невзирая на религию, цвет кожи, социальное положение или, что в этом случае особенно важно, пол, закон говорит «не убей». Тем не менее, мужчины убивают, и закон отпускает их на свободу, если для убийства были достаточной причиной. Самозащита, защита других, жены, детей, дома. Тут нет вопроса о том, было или не было совершено убийство, но в каком случае, до какой степени оно оправдано. Теперь вернемся к нашему делу. Представьте на месте обвиняемый мужчину, обманутого мужа, стреляющего в изменницу жену. Как в этом привычном варианте вы будете судить? Примените это же самое суждение к обманутой жене. То, что она сделала, не было покушением на жизнь. Это была отчаянная и жалкая попытка спасти свой дом. Однако любопытно, что к концу почти каждого фильма Тресси и Хэбберн, где представлена борьба за женское равноправие, мужчина, муж, побеждает. Вот что говорит об этом профессор Скляр. То, что произошло с Кэтрин Хэбберн в 40-х годах, когда она начала играть со Спенсером Тресси, было полным и чрезвычайно интересным преображением. Говоря в шпировских терминах, это было укращение строптивой. В комедиях 30-х годов она гордая ровня мужчине. Она заставляет его измениться в угоду себе или, во всяком случае, открыть в себе другого человека. В фильмах с Тресси она научается держать себя в руках, контролировать свою независимость, поступаться своей волей. В начале фильма ее героиня всегда выше мужчины, победительней, неуязвимей. В конце он дает ей урок, она смиряется и становится мягче, уступчивей, больше похожей на преданную, добрую жену. Их отношения были удивительными с самого начала. Кэтрин Хэбберн знала, что Тресси женат, что он католик и потому не может развестись. Кроме того, у него было двое детей. И она согласилась быть его возлюбленной без надежды стать женой. Биограф Хиггем пишет. Здоровье Тресси уже было подорвано его алкоголизмом. И Кейт, докторская дочка, посвятила себя ухаживанию за ним. Она искала его по барам, когда он не являлся на репетиции. Она отпаивала его, откармливала его, заставляла отдыхать. Со стороны могло показаться, что Спенсер жесток с Кейт. Посторонних путал его грубоватый юмор. Однажды он потребовал, чтобы его имя в титрах стояло первым. Кто-то спросил, «Спенс, ты не забыл, что надо уступать место женщинам?» И Тресси сказал, «Это кино, а не спасательная лодка». Он мог назвать Кейт мешком с костями, но он обожал ее, именно как женщину. Но и Кейт была многим обязана Спенсу. Он освободил ее от сценического эгоцентризма, который так свойственен актрисам. Прямота, с которой он выражал свою боль, заставила ее бросить все свои позы. Она научилась чувствовать чужую боль, как свою. Ее университетский снобизм преобразился в истинное величие. Словом, она стала большой актрисой. По мнению многих уже нынешних интеллектуалов, именно Кэтрин Хэбберн создала в кино некий эстетический и нравственный противовес Мерлин Монро. Тоже американку, тоже обворожительную, красивую, романтичную и при этом культурную, остроумную и значительную. Для киноактрис старение связано с ужасными трудностями. Даже такие звезды, как Бет Дэвис и Джоан Крофорд были вынуждены играть каких-то сумасшедших старух в незначительных фильмах. Кэтрин Хэбберн сумела сохранить актерское достоинство до конца. Она так играла в пожилом возрасте, что ее брали на роли невероятно значительные, эпохальные, такие как роль Элеоноры Аквитанской в фильме «Лев зимой» или роль матери в экранизации пьесы Теннесси Уильямса «Неожиданно последнее лето». Ей было сильно за 70, когда она восхитительно сыграла в паре с Лоуренсом Оливье в комедии Кьюкера «Любовь среди развалин». И в последнем фильме «На золотом пруду», который они с Генри Фондой так украсили и преобразили, что качество фильма в целом уже перестало иметь значение. И любопытно, что те элитарные свойства ее таланта, которые в юности делали ее игру спорной и даже неприемлемой для массовой аудитории, в старости сделали ее неотразимой. Чем старше становилась Кэтрин Хепперн, тем на более серьезные роли ее приглашали. Она стала играть в экранизациях Теннесси Уильямса, Юджина О'Нила, Эдварда Олби. Она стала играть в серьезных вещах в паре с великими английскими актерами Лоуренсом Оливье, Питером Утулом, Энтони Хопкинсом. Среди актеров она заработала почетное прозвище Кэтрин Де Грейт, Кэтрин Великая. Ни одной актрисой так не восхищался, как ею, говорил Ральф Ричардсон, игравший с ней в экранизации пьесы Унила «Долгий путь в ночь». А режиссер этого фильма, Сидни Илюмет, писал Ее игра была словно кульминацией всего жизненного опыта. Она нашла такую глубину чувств, которая даже меня потрясла. Тем более, что эти чувства были темными и такими несвойственными самой Кэтрин, которая всегда тянулась к свету, как растение. Питер Отул играл в «Льве зимой» с Кэтрин Хэбберн, который был 61 год. И он говорил, если бы мне посчастливилось играть с ней лет на 10 раньше, я бы переломал руки Спенсеру Тресси, чтобы отбить ее у него. Она 60-летняя сказочно хороша в фильме «Лев зимой», и ее монолог перед зеркалом служит источником вдохновения для современных актрис. «Что за девушка?» говорит она, глядя на свое постаревшее лицо. «Что за девушка?» «Как ее король мог бросить ее?» Кэтрин Хэбберн снялась в 43 кинофильмах и в 8 телефильмах. Она была 12 раз номинирована на «Оскар» и получила 4. Последний, когда ей было 76 лет, а свою последнюю роль она сыграла, когда ей было 86 лет. Она умерла в 96, тоже в июне, как и Спенсер Тресси, пережив его на 36 лет. Незадолго до смерти она сказала своему другу и биографу Чарльзу Хигаму. Актеры теперь сильно преувеличивают свою деятельность. Спенсер всегда говорил, да просто выучи роль и говори ее. И то же самое говорил Ларри Оливье и Джон Гилгут. Для всех больших талантов актерство было наименее важным делом. Жизнь была важным делом. Рождение и любовь и боль и смерть. На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу Кэтрин Великая памяти актрисы Кэтрин Хепберн. В программе участвовали Слава Цукерман и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы радио «Свобода» в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Каким вам представляется будущее России? Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется. Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире – Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее. Я только надеюсь, а что, как будет, не знаю даже. Не вижу будущего в нашей стране. Проблемы были всегда и будут такие же, какие были. Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет. Да что-то как-то страшновато. Радио «Свобода» Глушить уже поздно. Говорит «Радио «Свобода» Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода» Лайф». Радио «Свобода» на экране твоего монитора в твоем мобильном и в твоих наушниках. YouTube-канал «Радио «Свобода» Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова